1 апреля исполняется 200 лет со дня рождения великого писателя Николая Гоголя. Мистикой покрыты не только его жизнь и смерть. Над загадкой, кому же принадлежит наследие классика, Украине или России, рассуждают и до сих пор. Жители Санкт-Петербурга считают, Гоголь – писатель русский. Ведь здесь были написаны практически все его произведения. «Николай Васильевич Гоголь, безусловно, русский писатель. Он думал по-русски, писал на русском языке. И он родился на территории Российской империи». Андрей неоднократно обращался к местным властям с просьбой открыть в северной столице музей Гоголя, но получал лишь отказы. Мол, средств не хватает, да и надобности особой нет. Тогда его единомышленники собственными силами организовали свой камерный музей, посвящённый Гоголю. «Но согласитесь, что имя великого русского писателя с мировой славой Николая Васильевича Гоголя заслуживает больше, чем комната бухгалтера в товариществе собственников жилья». В Украине музей Гоголя находится в селе Большие Сорочинцы, где родился писатель. При этом в школах его изучают в разделе зарубежной литературы. Украинцы с этим не согласны. «Это мировой писатель, который принадлежит и украинской, и российской литературе. Он много сделал для развития современного литературного русского языка, но он сделал больше всех, на мой взгляд, других писателей для популяризации, поэтизации Украины, её этноса, обрядов, народа». И пока государственные мужи делят, кому же принадлежит Гоголь, многие украинцы и россияне эту загадку уже разрешили. Гоголь общий. «Я считаю, что он и русский, и украинский писатель. Если украинцы считают, что это их писатель, а русский, что это их, пусть он будет совместно писать, чтобы не было распри». «Он неоценимый вклад внёс именно в русскую литературу. И поэтому, я думаю, что с полным правом можно считать русским писателем, но, видимо, в равной степени украинским». «На мой взгляд, он и украинский, и русский. Главные его произведения, да, они касаются как Украины, так и России. Я думаю, что если бы мы задали ему такой вопрос, то он бы тоже не делал бы. Он сказал бы, что моя родина как Украина, так и Россия. Я люблю и эту страну, и одну страну, и другую. И желаю процветания как одной стране, так и второй. А всё это разделение – это искусственное, нам оно не нужно». Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Полтавской губернии. Его семья происходила из старинного украинского казацкого рода. В 19 лет писатель переехал в Петербург. NTD, Киев, Санкт-Петербург.